Приветствую вас. Вопрос касается в данном случае доверия. Откуда оно берется и почему одни мы доверяем, а другим нет? Здесь мне хочется отметить следующее. Во-первых, доверие берется из нашей симпатии. То есть мы доверяем тем людям, которые нам симпатичны, которые вызывают у нас какие-то позитивные, так скажем, чувства, которые нам нравятся, так можно сказать, что нравятся. Но от этого люди, которые нам нравятся, они становятся более достойными, что ли, доверия. То есть нам-то эти люди нравятся и мы-то поэтому им доверяем. Но сами люди, в общем-то, от этого лучше не становятся. Поэтому доверие в этом смысле довольно часто является ошибочным. Если доверие основывается, скажем так, только на, допустим, симпатии, да, то есть только на том, что нам, грубо говоря, ну, нравится кто-то, вот. То есть недоверие, а это скорее больше про иллюзию. То есть мы находимся, вот, скажем так, в определенной иллюзии относительно того, что этот, например, человек, ну, скажем так, достойен доверия. Вот. Поэтому не путать эти вещи крайне важно, как мне, как мне видится, крайне важно не путать эти вещи, потому что доверие, настоящее доверие, поэтому проистекает только от доверия в себя. Когда я доверяю тому, например, что хочу, допустим, для человека сделать, и я доверяю тому, что я, допустим, не хочу для человека делать. Вот это доверие, оно более искренне, оно более, скажем так, конструктивное, что ли. Вот. И оно позволяет выстраивать более здоровые отношения с людьми. Вот. А не приписывать людям, например, какие-то качества только потому, что нам они симпатичны. Вот. То есть я, то есть я бы вот, ну, не смешивал эти вещи между собой, так скажем. То есть я бы все-таки вот эти вещи бы немножечко разграничивал бы, что ли. Для того, чтобы, чтобы быть более свободным, более свободной. Чтобы не зависеть в данном случае никак от людей. Вот. То есть здесь вы в своем вопросе делаете ошибку. Вы путаете то, чего вы ждете от человека с тем, что вот вы ему доверяете. В общем. Это разные вещи. И чем быстрее вы путать эти вещи, перестанете, тем лучше будет для вас. Конечно. Вот. Вот как-то так. Поэтому многие люди сталкиваются с тем, что их ожидания там относительно, ну, других не оправдываются. Да. И из-за этого, в общем, людям становится болезненным. Вот. Из-за этого людям становится как-то, ну, тяжело. Из-за этого людям, из-за этого люди обижаются. Вот. То есть вот, ну, такая история возникает. При доверии этому это все не случается. Вот. Вот. Надеюсь, что вам этот ответ помог. То есть если вы хотите, ну, отношения выстраивать, то нужно в первую очередь прислушиваться к себе. И уже потом смотреть на других людей. Вот. И если возникает такая ситуация, что вы чувствуете, что ждете чего-то от, например, кого-то, это значит, что доверие между вами, ну, как минимум, не на первом месте уже. Ни в коем случае я не говорю о взаимоисключающих каких-то историях, но тем не менее. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...